Шесть вражеских обстрелов по позициям украинских военных зафиксировали в зоне операции объединенных сил. Два обстрела на Луганском направлении и еще четыре на Донецком. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие. При фронтовой Марьинке с подробностями Игорь Левенок. Не кончается день и ночь у нас тут стрельба. Скучно не бывает. При фронтовая Марьинка. У дедушки Анатолия и бабушки Валентины гостит внучка. С начала войны девочка с мамой уехала в Польшу. Позавчера впервые вернулись в Марьинку и едва не погибли. Квартира разбита на Ворошилово. А теперь и нам сюда досталось. В метрах в десяти от дома пенсионеров разорвалась вражеская мина. Осколки посекли стены и прошили окна. Чудом никого не зацепили. Вон окно у нас, посмотрите. Хорошо в этой комнате, никто не спал. Тамиле четыре года. Дитя войны, так называют ребенка, взрослые. Говорят, девочка уже понимает, что может произойти, когда вокруг стреляют. Зачем меняют от войны, когда стреляют? Я не знала ничего. Она подходит ко мне и говорит, бабушка, а ты знаешь, что такое война? Я молчу. Она говорит, это когда убивают людей. У меня вообще мороз по коже пошел. В связи с опасностью, дочь Таисию и внучку Тамилу, Анатолий Иванович обещает эвакуировать из Марьинки немедленно. Она рискнула всем, приехала поздравить отца 65-летие. Должны были уезжать в пятницу, а будем вывозить сегодня. Тем временем стрельба слышна все ближе. Вот Марьинка. По улицах ходят люди, где-то гуляют дети, а на соседней улице раздаются звуки боя. Наши солдаты на позициях говорят, бои ужесточились. Окупанты уже не стесняясь применяют минометы. Достается и мирному населению. Минометных таких обстрелов не было уже. Близко двух лет. Ситуация в зоне, в том числе, значительно загострилась. Сбольшилась количество обстрелов, как с стрелецкой оружием, так и с кулеметом. Активно проработают очень снайперы. Вчера у нас был очень активный бой. Из всех водителей стрелецкой оружием, с гранатометом. Даже были выпущены мины 82-го калибра. Пальба длилась всю ночь. Боевые действия в Марьинке продолжаются и сейчас. Враг понес потери. Из прифронтовой Марьинки Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.